Гоша Гачевар опять насрал! Ребят, на самом деле коммунизм это такая наебка для лохов. Я просто это понял одно. Вот недавно же был момент с Поднебесным, где он там с Хиканом встретился, его там в ресторан отвели и так далее. И я буквально увидел весь коммунизм во всей красе. Так вот, да, насчет коммунизма. Коммунизм это развод для лохов, потому что, смотрите. Вот я увидел ситуацию с Поднебесным. Кто такой Поднебесный? Это чел, который лутает бабки и, ну, не утверждая, что постоянно, но ебется. То есть у него есть секс. Однако, однако, в интернетах он говорит, что секса у него нет. И вообще он кушает сосиски бумажные за 5 рублей. Но поскольку, поскольку очень много людей присутствует в мире, у которых нет ни секса, ни всего остального, что неохотно верят, что вот, ну вот, Поднебесный он такой же, ребят. Нет, ребят. И просто это же по факту вот вся интерпретация коммунизма. То есть коммунизм это что? Ну, вот, поверили, так сказать, всякие, что вот возможно мир на земле, и все прекрасно будет и так далее. А что мы в итоге получили? Вот тут и оно, дорогие мои друзья. Вот тут и оно. Но проблема-то в том, что и капитализм тоже хуита на самом-то деле. Да коммунизм это каус. Ребят, нормальных идеологий политических нет. Ну, смиритесь с этим. Там какой-то психопат в Аргентине выиграл. Вот посмотрим, что будет из этого. Рудой, вот, тот же самый Рудой, это яркий пример. Это не коммунисты, это просто приспособленец. Это одни из тех людей, которые вот, они хотят показать то, что вот, смотрите, я прав, я говорю не хуйня. А потом оказывается, что он говорил хуйня. И с обосторными штанами возвращается в Россию. Поэтому, ну, что это вот такое? Вот эти все коммунисты, не коммунисты. Яркий пример этих коммунистов. Ленин там сидел, в шоколадке кушал, пока его братьев там, этот самый, подводочку с пельмешечкой. Вот и все, ребят, это... Ну, то есть, ну, ну, серьезно, ну, какой коммунизм, ребят? Вот, как бы не звучало смешно, вот сейчас самое лучшее, что вы можете заиметь, из всего того, что было до этого. Так что, но-но-но. Я лично в этот коммунизм не верю. Ни в коем случае. Я при коммунизме жить вообще бы не хотел. Вот, 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 что я получил при коммунизме. Но проблема в том, что и капитализм, как бы, и оно выбирать не приходится. Что мы имеем? Ну, палка... Нет, нет, палки в жопе, ладно. Я, как бы, не из тех людей, которые говорят, срален, или еще что-то типа этого. Я просто говорю то, что, ну, ребят, вот у вас, вот, у вас был Советский Союз, и что, и что, и что вы мне хотите сказать? И сообщает. Рудой, так же, как и ты со Стасом Айкок просто, входит в касту не тупых. А еще Рудой забывает про день ног, кстати. Так что ты уже лучше него. Ты хотя бы ноги качаешь. В смысле, в смысле, не тупих? В смысле, не тупых? Это я не понимаю, это сейчас, на что намек был? Входим. Настоящих коммунистов больше не существует, так как самый настоящий коммунист желает только уничтожения всего мира. Но у них есть и минусы. Сегодняшние леваки им в подметки не годятся. Насчет уничтожения всего мира, это, кстати, примерно вот та политическая идеология, которой я, на самом деле, придерживаюсь. А теперь они мэплин для жизни. Не-не-не, я... Нет, я придерживаюсь той позиции, что планете Земля стоит начать заново. Я за перезапуск планеты Земля. Вот это вот моя политическая жизненная идеология. Входим. Неправда. Ну, кстати, блин, это меня очень удивляет. Почему, если человек правым, в большинстве своем реально бы в очко пердолится? Это не смешно, это очень печальная тенденция. Почему, если правый, то, скорее всего, это какой-то анимешник-трап, который ходит в чулочках, фанатеет по милитарной тематике, по оружию и так далее. То есть, скажем так, прошел Escape from Tarkov, но при этом любит и в очко попороться, причем побыть, так сказать, в роли снизу. Ну, то есть, да, юбочка-чулочки, ЧВК-фимбойчик. Потому что только омеганы являются радикалами. Именно, логгейм. Именно. Только ситхи возводят все в абсолют. Но! Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Как раз-таки неуверенные в себе все в абсолют и возводят. И отсюда мы уже, вот, ребят, как раз-таки, как раз-таки, как раз-таки... Откуда появились коммунисты и всем вот такое подобное. Ну, я за полную монархию, так сказать. За то, чтобы и власть передавалась из рук отца к сыну по мужской линии сугубо, да. Вот. А если вдруг рот обрывается, то все, страна уничтожается, ребят. Вот это было бы вообще интересно. Интересная такая концепция, так сказать. Вот есть страна, монархи кончились, и все. И страна, скажем так, распаковывается составляющие. Хочу дождаться финала Вонписа. Поддержал ваш канал на 150 рублей. И сообщает. Ладно. Если ты живешь, лутаешь бабос, кайфуешь от жизни, то тебя не должно. Да, 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 да. Главное, чтобы нормально жить и развиваться не мешали. Даже в нынешнее время в стране жить достаточно норм, если ты не маргинал и бучий какой-нибудь заднеприводный либерах. Я согласен, кстати, к принципу. Как бы если ты, в принципе, спокойно лутаешь бабки, живешь себе в кайфу, жрешь от пуза и так далее, то тебя, в принципе, актуальный режим не должен, так как если ты спокойно живешь, то ты, в принципе, делаешь все правильно. Это правда есть такая, на самом деле. У меня просто представление... Представившийся как Теодор Кочинский поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Кстати, по поводу того, что некоторые коми могут продавать за деньги флаги СССР и отвечать на вопросы донатеров. Это еще та база. Так как, по сути, капитализм — этап, на котором коми по максимуму должны набухнуть и три сентимента, и за счет этого построить рай говна на земле. То есть, чтобы стать коммунистом, надо очень хорошенечко нажраться, будучи капиталистом. Ну, как бы поэтому настоящих-то коммунистов-то не особо-то. То есть, если вдруг кто-то прибедняется, говорит, вот, я такой же, как и вы, бедный коммунист, без зарплаты, без денег, ем бумажные сосиски за пять рублей. Как бы, очевидно, что он, скорее всего, шарлатан, который вот вне стрима, вне своего образа обжирается в ресторанах, бьет самых шикарных проституток, проституток и так далее. Как бы, ну, ну, это такова реальность, вы че. То есть, коммунизм — это сейчас не идеология. Коммунизм — это сейчас способ поднять бабла, блядь, на дурачках, которые верят в то, что, да, те реальные коммунисты, блядь, существуют. Так как он существует, ребят? Господи. Покажите мне настоящего ныне живущего коммуниста. Лаггейм. Лаггейм. С чего вы взяли, что лаггейм вообще коммунист, блядь? То есть, как бы, да, мы его почему-то называли коммунистом и так далее, но с чего мы уверены, что он реально поддержит коммунистических идей? Может, он анкап? Так ты первый меня им и назвал. Ну, а люди поверили, видишь, потому что как легко. Представь себе. Как легко бы убедить людей. Вот может, я сейчас скажу то, что на самом деле, лаггейм примитиви. Примитивист он сейчас живет в лесу, в палатке. А, самодельные антенны и батарейками солнечными. В интернете себе это прикиньте. Мы любим лаггейм, даже если он коммунист, фимбой, работающий на фуре с куфок. Человек, похожий на Карла Маркса, разочаровался в чуммунизме. Это мощно. Да я не то, что разочаровался в коммунизме, я просто знаю то, что коммунизма не существует. Вот все. Я просто разочаровался в людях, которые до сих пор видят, что коммунизм существует. Но это же неправда. Радиус. Вождя, спасибо за мудрую мысль про коммунистов на стримерах. Развивая эту идею, мы можем убедиться, что тот, кто называет себя хорошим и добрым человеком, вне стрима держит в рабстве людей в подвале. Кто-то умер. Это ты к чему говоришь? Я-я-то конкретно про коммунистов, а я-то, допустим-то, хорош человек, я-то не коммунист. Хотя вспоминая Голова, Голова, хотел сказать, Голума, Гоблина, который говорил, что антисоветчик это всегда русофоб. Забавная мысль. Бепс, мои координаты в целом далеки от левой стороны, но не могу не признать, что коммунисты оставили после себя богатый пласт культуры. Следующий путь меня отгибил Реот Орхистра 2. Самый эпик это припев. Так я-то не отрицаю. Советский Союз много достаточно... Много случилось в Советском Союзе, но... Вот многие говорят, как много всего хорошего случилось в Советском Союзе. Но вы же не знаете, что случилось бы, если бы во время... Вот все то время, которое был Советский Союз, что было бы, если бы все время это происходил бы царизм, так называемый. Монархия была бы в России. Вы же не знаете? Вы же не знаете? А я, как бы это, допустим, странно не звучало, но признаю, что, допустим, самая лучшая литература была написана до Советского Союза, конкретно художественная. Как бы я не говорю, что было бы лучше, просто вы же не знаете. Поэтому говорит то, что вот в Советском Союзе все было самое лучшее и так далее, Советский Союз только всего хорошего сделал. Так уж не знаете, что было бы с Россией, если бы не Советский Союз. Союз поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, поправлю. Антикоммунист всегда гомофоб. Да, логеем. Вы на чем начинаете?